Глава 9. Внутричерепное давление. Эффективность лечения в официальной медицине 43%. В тяжелых случаях используются хирургические методы лечения. Эффективность лечения по методу Смолякова 87%. И это всегда неинвазивная практика, то есть без вмешательства в процессы организма. Наша голова, череп – это закрытая коробка, которая соединена через затылочное отверстие с позвоночником. Внутри черепа и позвоночника расположен мозг. Внутри позвоночника и между черепом и мозгом есть некоторое пространство, состоящее из полостей и каналов, по которым циркулирует спинномозговая жидкость. Эта жидкость содержит питательные вещества, гормоны, кислород и еще много чего. Как и кровь в сосудах, она обладает определенным давлением. Давление оказывается на мозг и внутренние стенки черепа. Это и есть внутричерепное давление. Когда жидкость омывает полости мозга, она затем утекает в венозные участки мозга и соединяется с кровеносными сосудами. Таким образом, от правильной работы венозных сосудов головы напрямую зависит внутричерепное давление. Самый первый позвонок в шее вплотную примыкает к голове. Затылочное отверстие, это дырка снизу черепа, совпадает с позвоночным отверстием. Это самая большая дырка внутри позвонка, внутри которого проходит позвоночный канал и циркулирует спинномозговая жидкость. Если эти два отверстия будут смещены относительно друг друга, то жидкость не сможет свободно циркулировать по этому каналу. Также, если первый позвонок будет смещен, он неизбежно будет пережимать крупные вены, отводящие от головы кровь. Если отток жидкости от головы будет плохим, то внутричерепное давление неизбежно будет расти. Внутричерепное давление самостоятельно можно определить по следующим признакам. Это нарастающая головная боль, часто сопровождающаяся рвотой и тошнотой. Чаще по утрам, после сна или прямо перед пробуждением. Может снижаться зрение, проявляясь ощущением затуманивания. Обычно появляется внезапно, может сопровождаться головокружением. У человека присутствует ощущение давления на лицо изнутри, особенно при наклоне к полу или физическим упражнениям. Внешне лицо красное, как будто вот-вот лопнет, ощущается давление на глаза. Когда мы обеспечиваем, чтобы первый позвонок занимал правильное анатомическое положение, мы тем самым освобождаем проход для свободного движения жидкости, кровь, лимфа и т.д. между головой и телом. То есть, создаем такие условия в работе тела, когда любое повышение давления внутри черепа сразу же легко компенсируется самим организмом за счет свободного перераспределения давления по всему сосудистому руслу. Другими словами, когда движению жидкости ничего не мешает, организм самостоятельно может справиться с любым повышением давления и уравновесить его. Напоследок расскажу случай из моей практики. Однажды ко мне обратился папа по поводу проблемы новорожденного ребенка. У него родился ребенок, и сейчас они с мамой лежат в реанимационном отделении из-за вводянки головного мозга у ребеночка. Врачи держат их под неусыпным контролем и интенсивным лечением уже продолжительное время, но ситуация не меняется. Более того, врач сказал, что так не может продолжаться очень долго, и, скорее всего, ребенок погибнет, а если выживет, то будет инвалидом, скорее всего, умственно отсталым, поэтому им надо приготовиться к худшему. И папа в отчаянии обратился ко мне. Я не видел здесь больших сложностей, так как я раньше уже разрешал подобные ситуации. Ведь по большому счету надо было просто наладить нормальный отток жидкости от головы. Единственная сложность здесь была в том, что ребенок находился в реанимационном отделении, а туда никого не пускают. Однако в выходной день бдительность дежурных снижается, и родители смогли доставить мне ребенка на осмотр. При осмотре все было очевидно, и я скорректировал положение Атланта у этого малыша. Сразу же после процедуры, когда ребенок немного успокоился, мы вместе с родителями заметили значительное улучшение только во внешнем виде ребенка, даже при внешнем наблюдении было очевидно заметно, что ребенок чувствует явное облегчение. После этого он был возвращен в реанимацию, а уже в понедельник, то есть спустя всего лишь сутки после процедуры, врач на обходе с удивлением обнаружил резкое улучшение состояния ребенка, и их перевели на обычный режим. А спустя неделю их уже благополучно выписали домой.